Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. В Нагорной проповеди мы читаем, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Всем нам знакомо чувство раздражительности и напрасного гнева. Сегодня мы поговорим об этом, рассматривая четвертую главу книги Ионы в современном переводе Института Кулакова. В этой главе описывается реакция пророка на отказ Бога уничтожить Ниневию. И давайте рассмотрим, какую бурную реакцию случившееся вызвало во внутреннем мире пророка. В стихе первом мы читаем, что отмена приговора Иона воспринимает как зло, и даже подчеркивается великое зло. Это вызывает у него вспышку гнева. Было ли это злом на самом деле? По большому счету мы понимаем, что нет. Милость Божья не могла быть злом. Но для Ионы в его мировосприятии оно было именно таковым. И у него были свои аргументы по этому поводу. Во-первых, это было несправедливо. Жители Ниневии действительно были виновны, и отмена наказания была проявлением несправедливости. Во-вторых, случившееся представляло Иону как лжепророка. Ион, возможно, боялся насмешек, боялся того, что люди перестанут ему верить. Мы знаем, что вопрос самолюбия, особенно в мужском восприятии, это одна из точек напряжения. В психологии есть понятие синдром мужской раздражительности, связанный с нехваткой тестостерона. В то же время синдрома женской раздражительности психология не знает. И еще один момент. То, что в восприятии Ионы отмена приговора была злом, это показывает, что он видел ситуацию через некий фильтр, который искажал реальность. Но для него лично случившееся имело огромное значение. Во втором тексте, тоже четвертой главы, он обращается к Богу и говорит, Господи, я ведь знал, я ведь знал, что ты такой, что ты простишь и помилуешь. И вот эта фраза, я ведь знал, она показывает и учит нас, что за раздражительностью, как правило, всегда стоит знание, уверенность в своей правоте. Было ли знание Ионы обоснованным и логичным? Да, было. Но при этом оно было узким и не совсем последовательным. Отсюда мы можем сделать вывод, что когда я в момент спора, в момент раздражительности чувствую свою правоту и думаю, что это дает мне основание для такой реакции, то мне нужно помнить, что уверенность при раздражительности – это не столько объективная реальность, сколько просто симптом. Практически все, кто раздражаются, уверены, что у них есть основание это делать. И в третьем стихе Иона в своем чувстве гнева доходит до крайней точки и говорит Господу, возьми уже мою жизнь, потому что смерть мне милее. Очевидно, что это чрезмерная, неадекватная реакция, но Иона не видит этого, он ослеплен. Это может быть похоже на реакцию ребенка в магазине, когда он падает и бьет ногами о пол, потому что ему отказались купить игрушку. Для всех окружающих очевидно, что эта реакция неадекватная, но для того, кто обуин гневом, ему кажется, что все вполне справедливо и правильно. И когда начинается диалог с Богом, в четвертом стихе Бог обращается к пророку со словами, которые можно было бы назвать моментом истины, вопросом, который вскрывает природу моего гнева. Бог обращается к Иону и говорит ему, а много ли правды в гневе твоем? То есть, когда мы чувствуем раздражение, нам стоит задуматься не над тем, насколько обоснован мой гнев, насколько он справедлив, имею ли я право так поступать и так говорить? Но самый главный вопрос – много ли в этом правды? Праведен ли мой гнев и мои действия? Мы можем провести параллель с тем, что мы читаем в четвертом стихе и потом в последующем, восьмом и девятом стихе. И в них описывается история, когда Иона построил кущу, Бог взрастил над ней растение, а потом это растение по воле Божьей засохло. И там тоже Иона говорит, снова просит смерти, и снова Бог задает ему тот же самый вопрос – много ли правды в гневе твоем? И соотношение вот этих двух историй, отказ от уничтожения Неневии и раздражение от того, что засохло дерево, дававшее тень, оно показывает мне, что когда мой гнев одинаково проявляет себя в разных ситуациях, то я смогу лучше разобраться в его природе. Предположим, возвращаясь домой, муж раздраженно общается с женой, и он уверен, что виновата в этом жена. Она – источник, вызвавший его гнев. Но если в последующем он идет по комнате и, скажем, пинает ни в чем не повидную кошку, проявляет ту же самую реакцию, которую он проявил сейчас по отношению к жене, это заставляет задуматься, что причина не в окружающих, а причина в нем самом. И в книге Ионы сравнение двух ситуаций – отказ от уничтожения Неневии и ситуации с растением засохшим – оно подталкивает Иону к мысли, что причина не в том, что сделал или не сделал Бог, а причина в тебе в самом, что происходит внутри тебя. Я бываю убежден, что эта ситуация вызвала и спровоцировала мой гнев и не оставила мне другого шанса. Это она виновата. Но если я в совершенно другой ситуации реагирую так же, то мне стоит задуматься. Наверное, что-то не то происходит внутри меня. Очень интересен ответ самого пророка, который мы читаем в 9 стихе. И в переводе Института Кулакова он звучит следующим образом. Он говорит Богу, да, я прав в гневе своем, и обидно мне до смерти. Это показывает, что у гнева есть своя внутренняя логика. И очень сложно бывает переубедить человека, который находится под действием своих эмоций. У Морриса Вендона есть пример, показывающий, что такое вот такая внутренняя субъективная логика. Однажды один молодой человек пришел в психиатрическую клинику и увидел там больного, который считал, что он мертвый. И он решил, что он сможет с помощью логики его переубедить. Он подошел к больному и спросил у него, скажите, как вы думаете, у мертвых может идти кровь? На что тот сказал, конечно, нет. Система кровообращения у них не работает. И после этого врач достал иголку и быстрым движением уколол его в палец и показал ему, смотрите, у вас кровь, значит, вы не мертвы. На что больной изумленно развел руками и сказал, надо же, оказывается, и у мертвых тоже идет кровь. У гнева, у наших эмоций есть своя логика. И нам не стоит обольщаться, когда мы чувствуем себя правыми в этот момент. Иона чувствует, что он является в этой ситуации потерпевшим. Это над ним издеваются. И когда уничтожается растение, он чувствует, что его лишили очень драгоценного. И, в принципе, на первый взгляд мы могли бы согласиться с этим, что действительно так жестоко поступать с ним, лишить его тени на Санцепёке. Мы знаем, что это не наш климат, а там действительно солнце приносит сильные страдания. Но нам не стоит забывать, что вначале говорится о том, что Иона построил себе кущу. То есть в то время, когда Иона плачет пред Богом и говорит, Господи, дай мне смерти, то есть основания сказать ему, Иона, вон там стоит твоя куща, иди и отдохни там. Зачем ты здесь устраиваешь вот этот театр и показываешь, какой ты несчастный? Это показывает, что за нашим гневом часто, очень часто, стоит, прежде всего, попытка манипулировать другими. Не столько стремление добиваться правды, сколько желание добиться своего. В стихе пятом мы читаем, что вот после диалога с Богом Иона сел посмотреть, что же случится с Неневией. А что с ней могло случиться, если Бог сказал, что она останется невредимой? Эти слова показывают мне, что очень часто я пребываю в иллюзии, что мой гнев что-то может реально менять. Что если я проявляю неконтролируемый гнев по отношению к своим детям, что это может их воспитать и сделать их лучше. Гнев, он вводит меня в иллюзию. И в первой главе послания Иакова, в 20 стихе, мы читаем слова, что гнев человека не творит правды Божьей. Нам не стоит обольщаться по этому поводу. Очень важный момент. В 6 стихе написано, что Бог решил избавить Иону от досады его. Это показывает то, как реагирует Бог на наше чувство гнева. Ему не все равно. Наверное, эта реакция вполне понятна родителям. Когда наш ребенок может проявлять несправедливый гнев, когда он может даже говорить не очень правильные вещи по отношению к родителям, родители не разрывают отношения с ним. Наоборот, чем более неправ ребенок, тем больше чувства любви и заботы по отношению к нему у родителей. Они думают, как ему помочь. Каким же образом Бог стремится помочь Ионе? В 6 стихе мы читаем, что когда Бог взрастил растение, то Иона этому возрадовался. Бог действительно желает, чтобы я чувствовал себя хорошо. Он заботится обо мне. Но это еще не все, что Он делает. Мы читаем, что в 6, 7, 8 стихах действие Бога описано глаголами «произрастил», «устроил» и «навел». И во всех трех случаях это одно и то же слово в оригинале. То есть Бог желает не просто, чтобы я чувствовал себя хорошо, но Он ведет меня определенным путем. Его стремление не просто в том, чтобы сделать мою жизнь легче, но Он желает меня чему-то научить, Он желает меня преобразовать, чтобы я перестал наносить вред себе и другим. И Бог не действует как диктатор. С Ионой Он выстраивает диалог. И это одна из важных причин, почему без молитвы невозможна духовная жизнь. Бог побуждает, ведя диалог с Ионой, побуждает его посмотреть на ситуацию с другой стороны, шире. В нашей жизни обычно, чем меньше я знаю, тем более я уверен в своей правоте. Однажды в духовном учебном заведении к преподавателю богослову подошел студент и спросил его, вы могли бы дать мне ответ вот на такой вопрос по Писанию. На что преподаватель сказал ему, вы знаете, я не специалист по Ветхому Завету, пожалуйста, обратитесь в соседний кабинет вот к другому преподавателю. На что этот студент, первокурсник, очень удивился и сказал, ну как так, вы же богослов, как вы не можете знать ответа? Вот у нас пресвитер в церкви отвечает на все вопросы по Библии. На что преподаватель ответил ему, что вот когда я был пресвитером, я тоже отвечал на все вопросы. А сейчас, когда моих знаний стало больше, то я уже не так уверен. То есть, чем меньше я знаю, тем больше я уверен в своей правоте. И поэтому Бог желает побудить Иону посмотреть на эту ситуацию шире. Он желает, чтобы Иона увидел произошедшее со стороны. Он как бы говорит ему, Иона, я тебя очень люблю, но в этом мире есть что-то еще, помимо твоего уязвленного «я» и твоего эгоизма. Посмотри на ситуацию шире, посмотри на жителей Неневии, о которых я тоже переживаю. Нам нужно научиться, если мы желаем обладеть нашим гневом и правильно его выражать, научиться менять точку зрения. Есть такое понятие, как рефлексия, то есть способность посмотреть на ситуацию со стороны. И также нам нужна эмпатия, способность увидеть ситуацию глазами другого. Это то, что Бог желает научить Иону. Он говорит, Иона, посмотри, что вижу я в Неневии. Итак, если подвести итоги, какие советы может дать нам книга Ионы в отношении чувства напрасного гнева. Стих второй учит нас, что первое, что нам нужно делать, это начать молиться. Начать молиться, находясь в эпицентре нашего гнева Иона при всей своей неправоте, он начинает именно с этого. Именно в этом причина того, что он достигает в конечном итоге большего. Начинайте молиться не тогда, когда вы успокоитесь, а тогда, когда вы чувствуете, что вы на пике ваших эмоций. Стих девятый, который звучит так, что Иона говорит, «Да, прав я в гневе своем, и обидно мне до смерти», он учит нас признаваться самим в себе и не скрывать и не лицемерить, что в этот момент мы испытываем. Стих четвертый. Фраза и слова, обращенные к Ионе, о которых мы уже говорили. «Много ли правды в гневе твоем?» Это ключевой момент. Нам нужно научиться анализировать произошедшее именно с этой точки зрения. Много ли правды в тех эмоциях, которые мы испытываем? И, наконец, стих шестой. Мы читаем, что Иона возрадовался растению. Это учит нас все же стараться сосредотачиваться на положительном. Четвертая глава книги Ионы, она пронизана чувством юмора. Пророк подает себя оттенком гротеска и иронии, и это самая ирония. Он рассказывает об этом, потому что он покаялся и потому что он стал совершенно по-другому смотреть на вещи. И, наконец, последний момент. Книга Ионы заканчивается словами Господа. «Мне ли не пожалеть?» Это учит нас тому, что мы призваны прежде всего в этой жизни как последователи Христа проявлять благодать, как проявил ее Бог по отношению к Неневе и по отношению к Ионе. Субтитры создавал DimaTorzok